Всем привет! Если есть какие-то вопросы, задавайте, мы ответим. Сегодня Брэндон ответит на вопросы своих поклонников и тех, кто, собственно, оставлял свои вопросы на форуме его официального сайта. Наконец-то живьём, а то обычно мы пишем. Теперь я могу вам живьём ответить всё, что вы хотите знать. Собственно, начинаем. Девушка пишет под именем Дуся. Я только недавно видела ваше выступление и была поражена. Скажите, а во Франции вы даёте концерт, а в Бельгии? Ну, собственно, мы расширим вопрос и спросим Брэндона, в каких странах вообще планируются гастроли и также в каких городах России? На данный момент я просто не могу приехать в Россию, потому что у меня начинается телевизионное шоу в Германии. И я буду участвовать там до конца декабря, поэтому, если что, смотрите меня на немецких телеканалах. Но я очень надеюсь, что после декабря я сделаю какой-нибудь концерт в Германии. Я тут начну, может быть, приеду в Россию. Но, к сожалению, в Бельгию, во Францию меня ещё не приглашают. Но очень надеемся, что на следующий год, после того, как я буду участвовать на немецком шоу, всё-таки меня пригласят в Францию. Я к вам приеду и выступлю с удовольствием в Москве. Так что, дорогие друзья, живущие в Европе, приглашайте. Брэндон приедет. Да. Девушка с ником, с озвучным отелью, собственно, в котором мы берём интервью. Пегас. Брэндон, а ты любишь мороженое? Нет, я мороженое не люблю. Могу его кушать, может быть, раз в год. И то, потому что, может быть, просто, если моя дочка его кушает, то просто я его докусываю потом, потому что некуда его деть. А так мороженое я сам бы не купил, потому что плохо для голоса, да и не нравится. Маргоша спрашивает. Вы очень умный, добрый, отзывчивый человек. Ваш талант и любовь к пению приводят вас в самые различные страны, где вам всегда рады, где обязательно найдётся верный поклонник. Прошу, если у вас найдётся свободная минутка, ответьте, пожалуйста. Бывали ли у вас какие-то казусы, связанные с поклонниками? И ещё совершенно вопрос, не относящийся к этому. Какие достопримечательности Грузии вам нравятся? Совершенно два разных вопроса. Вдруг про Грузию. С поклонницами ничего, всё очень мирно, все замечательные. Я вообще в шоке от того, какие они не присылают поздравления с днём рождения. Это, конечно, так удивительно. И очень благодарен, что у меня такие хорошие поглонницы, которые всегда удивляют меня своими видео. Поэтому спасибо вам всем огромное за то, что знаете, помните, любите и слушаете. А насчёт Грузии, достопримечательности. Я, наверное, сейчас я был в Батуми. Мне очень понравилось, что сейчас построили там. Да и вообще, если поехать в Твилиси, то можно увидеть, как изменился город в течение четырёх лет. Какой он стал красивой сказкой. Я просто всем советую один раз поехать и увидеть, что такое ночной Твилиси. Екатерина спрашивает, не хотел бы ты исполнить песню «Есть только миг», наверное. Ты знаешь, так вот, по-моему, отличная песня. В твоём предстоятельном исполнении она будет ещё лучше. Любимая песня Маслякова, кстати, «Есть только миг». С удовольствием исполню. Может быть, на какие-нибудь корпоративы. Но на концертах, я просто знаю, её почти очень многие поют. Она очень красивая песня. Но я просто не хочется петь песни, которые все поют и везде ты слышишь. Но так, с удовольствием, если будет возможность, я её обязательно исполню. Алена спрашивает, у вас много чувственных, романтичных песен о любви. Например, песня «Я эту женщину любил». Когда её слушаешь, создаётся впечатление, что рассказываете историю своей жизни. В связи с этим девушка спрашивает, служат ли основой ваших песен о любви, когда-то пережитые вами чувства? Некоторые – да, а некоторые – нет. Эта песня, кстати, «Я эту женщину любил», это история моего друга, который, кстати, и написал текст песни. Да, он написал слова, а мне они были так близки, потому что у многих... У меня могла быть точно такая же ситуация, поэтому я её так близко воспринял к сердцу, что просто захотел её спеть именно так, как он написал. Поэтому эта история не моя, но подходит мне тоже. Ну, так вот. А теперь немножко о литературе. Что из литературы тебе нравится, и есть ли у тебя какой-то свой любимый писатель или поэт? Любимый писатель, поэт. Ну, вот сейчас, после того, как я работал с Задорновым, он меня просто открыл весь мир писателей. Евтушенко, Гумилёва. И вы знаете, я прочитал всего Евтушенко, что он вообще написал. И, вы знаете, очень-очень вникся, потому что я вообще не знал, что это такое. Пока я не начал работать с Задорновым, я даже не знал, кто, к сожалению. Потому что я же рос в Германии, и там с Гёте, Шилер, вот. А Евтушенко, Гумилёв и остальные писатели просто для меня были как-то... Всё-таки я не читал русскую поэзию, а вот теперь начал. И такие красивые... Недавно, кстати, мне присылал слова Гафт. Я не знаю, как его имя Гафта? Валентина. Валентина, да, Валентина Гафта. Я написал, кстати, музыку на его слова. Он очень-очень красивый, такие... Он очень-очень хорошо пишет, я скажу. Я не ожидал. Вот он из Задорнов меня всегда радует тем, что он присылает такие новые вещи, о которых я не знал. И поэтому просто очень много мне нравится сейчас. Евтушенко как раз буквально на днях был юбилей. Да, ему 75, наверное. 80 лет! Я вас поздравляю от всего сердца, потому что 80 лет, дай Бог вам здоровья. До 120 даже. Эта девушка с именем, Татьяна, спрашивает. Вопрос аналогичный. Первому она живет в Нью-Йорке и слышала, что ты иногда там выступаешь. Можно ли где-то в Америке тебя услышать? В Америке раньше, да. Выступал теперь просто так, как не было контрактов подписанного, еще не ехал в Америку. Но я вам обязательно сообщу, когда я буду. Все, на следующий год. Я очень надеюсь, что это все получится, то, что я себе на виду. Ты знаешь несколько языков. На каком из языков ты думаешь? Теперь, сейчас я думаю на русском языке, потому что я все-таки, это же много разговариваю на русском, но иногда мне сны снятся и на немецком тоже. Потому что, все-таки, живя в Германии и разговаривая почти каждый день на немецком языке, начинаешь уже и думать на немецком. Ну, вот еще один нестандартный вопрос от этой же девушки. Она где-то читала в одном из твоих интервью, что задавали тебе такой вопрос. Какие чувства у тебя вызывают вид плачущего мужчины? И ты ответил жалость. И она спрашивает, ты действительно считаешь, что настоящий мужчина никогда не плачет? Я разве говорил, что жалость? Ну, вероятно, она могла ошибиться. Ну, вот тогда такой вопрос. Какие чувства у тебя? Может быть, ошиблись. Может быть, в тот данный момент я написал, я не знаю, что я говорил, жалость нет. И настоящие мужчины как раз должны плакать. Потому что это значит, что у них все-таки внутри есть чувства. Обычно мужчины, если они живут, плачут больше, чем женщины. Потому что, если они плачут, то они просто настоящие мужчины. Поэтому я считаю, что это нормально выплеск своих чувств, и что ты можешь плакать, показать свои чувства. Поэтому это не жалость. Вообще-то это зависит от того, в какой ситуации мужчина. Но просто жалко, если он плачет от того, что у него горе, это, конечно, очень жалко. А иногда можно плакать от того, что радостный. И поэтому можно по-разному сказать. Но настоящие мужчины плачут. Тогда следующий вопрос. Ты очень хорошо одеваешься. Тебя интересно не только слушать, но и смотреть на тебя. Тебе кто-то советует, что одевать? Подсказывает? У тебя, может быть, есть свой стилист? Или это ты сам? Твой выбор? Ну, у меня есть жена, которая, слава богу, соображает в моде. И она мне подсказывает, просто иногда, чтобы было хорошо. Но в основном случае, в основных случаях я сам одеваюсь. Потому что все-таки за столько лет у меня выработался свой стиль. Видишь, я не ношу сорваные. Я люблю сорваные джинсы. Но все равно это всегда классический стиль. То есть у меня пиджаки, рубашка. Сейчас она просто больше расписанная, как вы видите. У меня голос, кстати, подсевший, потому что я очень мало спал. И вы не обращайте внимания. Если что, я все равно могу петь. Поэтому если кто-то после этого интервью спросит, почему Брэндон так хрипло разговаривает, ну, если я смогу вот так, спей, этого без проблем. Поэтому не обращайте внимания. У меня хриплый голос. Два часа спал. Но я все равно рад, что я могу вам таким хриплым, ужасным голосом дать интервью. Вот. В рубашке, в пиджаке. Это, я думаю, классически красивый. И вот сам я надеваюсь. Вот следующий вопрос, собственно, как раз-таки по поводу голоса. Алена спрашивает. Она стала недавно петь в церковном хоре и задает такой вопрос. Как артисты справляются с простудой? Вот, ну, представь. Да, конечно, не дай бог, но вдруг у тебя болит горло, а завтра важное выступление, которое отменить нельзя. Бывало ли ты в такой ситуации? И что можно сделать, да, чтобы как-то быстро восстановить голос? Я почти всегда в такой ситуации. К сожалению, моя иммунная система не очень хороша. Я всегда болею. У меня всегда воспаление уха. С детства уже. Вот. Поэтому мне приходится всегда сталкиваться с такими вещами, как болезнь до концерта. Но, ты знаешь, вы знаете, как Ремзин сегодня сказал на репетиции, кстати. Он говорит, неважно, больной ты, не больной, и как только ты выходишь на сцену, ты забываешь об этом, что ты болеешь. И это правда. Неважно, какой ты больной, если есть публика, которая тебя любит, ты выходишь. Может быть, ты испоешь на 50%, но ты всегда должен просто быть самим собой и перенести, донести эти чувства до публики. И они не заметят, что ты больной. У тебя, ты не должен говорить, что, ой, знаете, сегодня горло больное, я такой больной, я не могу петь. Нет. Они не заметят, потому что, если ты просто будешь естественным и у тебя будут чувства, то это совершенно нормально, если ты испоешь полголоса. Главное, чтобы ты спел с чувством. Вот. А остальное, это лекарство, конечно, сразу лекарство, сразу мед, сразу чай, это нормальное дело. Это все принимают. Но просто, к сожалению, это всего не поможет, потому что, если ты больной, у тебя горло все равно больное. Но музыка, она спасает. Вот так. Замечательно. Юля спрашивает, имеется хотя бы теоретическая возможность, чтобы простой человек, ничем не выделяющийся, но который очень любит петь, получил капельку твоего внимания, оценку своих способностей? Ну, если мне прислать на e-mail, я с удовольствием послушаю, и когда будет время, я напишу и оценю, чтобы сказать, как мне понравилось. Ну, и несколько, так сказать, благодарностей от поклонников. Девушка с ником Малковиан пишет, Дорогой Брэндом, спасибо огромное за концерт на Горбушке, столько кайфа, дай бог огромного успеха. Спасибо. Очень было приятно, что столько людей пришло на Горбушку. Ну, вот, Текила пишет, спасибо тебе большое за потрясающий концерт, он много дал мне в дальнейшей жизни, правда, ничуть не жалею, что проехала много километров в Москву впервые. Спасибо. Приезжай почаще, пишут также. Ну, и вот спрашивают еще, выступаете в Европе, собственно, ответы, этот вопрос у нас уже есть. Да, пока мало, видите, но я надеюсь, что скоро буду все изменить. Брэндон, привет, пишет НС. Была на твоем концерте, просто потрясающе, нет слов. У меня до сих пор такое ощущение, что это было как во сне, даже не верится почему-то, что это было со мной. Мне очень нравится твое творчество, и ты сам, такой позитивный, добродушный, приветливый, человечный, настоящий. Оставайся таким всегда, таких людей уже не так много осталось. Твои песни, это просто восторг, музыка, тексты, твой голос, твоя душа при исполнении песен. Ты умничка. Так держать, желаю тебе огромного счастья, успехов, достижений, чтобы в твоей жизни все получалось, как тебе хочется. И побольше концертов, конечно, и благодаря за автограф. Вот, спасибо большое, шоу-бизнес портит людей, могу сказать, но, слава Богу, что я, меня шоу-бизнес еще не испортил, так как я все-таки, все-таки живу в Германии, а там шоу-бизнес людей вообще не будет. И последний вопрос. Девушка пишет, для меня немного странно, что я слушаю вашу музыку, потому что обычно мне нравится что-то жестче. И, соответственно, вопрос. В разделе твоего сайта, где тебе написано, что ты работаешь в стиле джаз, соул, поп. Не планируешь ли ты немного поэкспериментировать и добавить немного, скажем, рок-н-ролла? Ну и спасибо за музыку. Хороший вопрос. Да я бы с удовольствием поэкспериментировал, если бы у меня было время на это. Вот в чем дело. Я очень люблю экспериментировать. Я бы вообще записал весь джазовый альбом, рок-н-ролл, блюз. Но просто мое время сейчас не позволяет экспериментировать, потому что я с утра до ночи пишу, или я, если я выезжаю куда-нибудь на концерты, то меня нету. Когда я приезжаю, у меня еще другие, еще надо написать песни другим исполнителям. И очень, к сожалению, мне остается время на то, чтобы экспериментировать. Я хочу просто дойти до того момента, что если я, например, заработаю немножко денег, чтобы я мог спокойно отказывать другим людям и сказать, что давай я сегодня сяду и поэкспериментирую все-таки, вот было бы классно. Я все-таки это себе желаю, чтобы можно было вот так сделать, потому что эксперимент это классно для музыканта. Особенно, когда ты пишешь песни, чтобы не было все одинаковым, надо всегда писать в разных стилях. Я пытаюсь писать в разных стилях, хотя мою руку всегда нужно узнать. Вот там сзади уже смеются кто-то снимает меня, потому что это так. Неважно, в каком стиле я пишу, все равно у меня одна рука писает. Оно так и есть. Меладзе тоже всегда можно узнать, когда он пишет. И, кстати, может быть, некоторые скажут, что у Меладзе все одинаково, но я скажу, что у него просто очень разные песни, но так как он пишет, вот это он, и всегда можно любой песню узнать, вот это писал Костя Меладзе. Поэтому мне тоже хочется, чтобы люди сказали, а, да, вот это писал Брэндон Стоун. Вот. Но экспериментировать буду, как только у меня будет для этого возможность. Спасибо. Ну и напоследок несколько слов о твоих ближайших творческих планах и пожелания твоим поклонникам. Творческие планы я уже давно обещаю себе, но все-таки я думаю, что в этом году получится записать немецкий альбом. я знаю, я знаю, что русские не любят немецкий язык, не очень, потому что он, конечно, грубоват, но у меня есть мечта, чтобы все-таки немцы услышали мое творчество, и так как у меня начинается новый телепроект, где все-таки немцы увидят меня, я буду петь на немецком языке, и я очень надеюсь, что к концу года я выпущу альбом на немецком языке, вот это мой план, потому что все-таки если понимаешь немецкий язык, он не такой уж и ужасный, все-таки Гёте и Шиллер не зря писали, они были великими поэтами, и весь мир читает, и это на немецком языке просто перевели, конечно, и очень богатый язык, и на нем можно очень красиво петь, потому что я скажу, что я эту женщину любил, песню, есть на немецком языке, Ища в Эдизе в Хауге Лих, скажу, что этот текст еще более, если ты знаешь немецкий язык, он еще более затрагивает тебя, чем на русском языке. Некоторые русские, которые знают немецкий, говорят, чтобы я ее пел на немецком, потому что они ее более чувствуют. Поэтому немецкий язык в этом году, а потом опять на русском. Потому что русский альбом уже есть новый, так что пока что покупайте его. Ну что же, тогда несколько слов пожеланий к твоим поклонникам, и, возможно, ты напоследок споешь на, может быть, куплет-припев какой-то песни, которая тебе в данный момент наиболее близка. Пожелания поклонникам, оставайтесь всегда верны хорошей музыке. Я вижу, что у вас хороший вкус, раз вы меня любите. Поэтому спасибо вам еще раз. Я вам каждый год говорю, что я вас очень благодарю за то, что вы у меня есть. У нас уже кто-то там поет. А, это у нас израильцы, у нас радиоинтервью, сзади происходит, красиво поет девушка. Оставайтесь такими, как вы есть. Спасибо вам за то, что вы есть у меня. И я очень надеюсь, что... Ой, я вас сейчас пошатнул. Это и был я камерой. Ну, да нормально, что вы так видите эти шатания камеры. Я очень рад, что вы у меня есть. И надеюсь, что у вас будет прибавляться, и что вам... Что все-таки будут много людей, которым будет нравиться мое творчество. Но вы особенно, вот эта команда, которая у меня есть, поклонников, огромнейшая вам спас. И для вас эта песня. Тебе одной Мои надежды и мечты Тебе одной Мой ангел Вечной красоты Тебе одной Сиянье звезд И лунный свет С тобой одной Хочу всю жизнь Встречать Рассвет